Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в столице на пожары, загорание и ликвидацию ЧС спасатели совершили более 2800 выездов. На пожарах за это время погибли 9 человек, 26 пострадали. 213 человек были спасены и эвакуированы из опасных зон в ходе боевой работы. Далее подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Начало недели было относительно спокойным. И вплоть до пятницы серьезных по своим последствиям происшествий в столице не зафиксировано. А вот в пятницу в Минске спасателям пришлось тушить сгорящий автомобиль. Инцидент случился около 4 часов дня на улице Платонова. Возгорание произошло в моторном отсеке 26-летней Хонды. В результате загорания поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля. Кроме этого был поврежден и стоявший рядом Рено Меган. Скорее всего причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Отмечу, что с начала года в Минске зафиксировано уже 246 загораний автомобилей. И это только те, которые попали в официальные сводки спасателей. В 70% причиной этих загораний становилось короткое замыкание. МЧС рекомендует автомобилистам чаще проверять электропроводку своих машин. И делать это только на лицензированных СТО. Помните, что только своевременная диагностика состояния вашего автомобиля может значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. Вероятнее всего поджог неустановленным лицом стал причиной загорания еще одного автомобиля. Сообщение о горящей машине, припаркованной на улице Шпилевского, в службу 101 поступило в ночь с субботы на воскресенье. В результате ЧП старенький Ниссан был поврежден полностью. Досталось и рядом припаркованному 8-летнему Вольксвагену. У него оплавилось лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы кузова. Минск чрезвычайный. В воскресенье утром от врачей скорой в МЧС поступило сообщение о том, что в квартире по улице Денисовская хозяйка едва не сгорела заживо. Женщина хотела погреться от включенной газовой плиты и повернулась к ней спиной. В результате личной неосторожности на ней загорелся халат из синтетического материала. 55-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила термические ожоги тела первой-третьей степеней. Всего около 23% тела. МЧС призывает, будьте внимательнее при обращении с огнем. Если на человеке загорелась одежда, погасите пламя водой. Попробуйте сбить огонь одеялом или плотной тканью. Потушив огонь, снимите тлеющую одежду, стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню и срочно вызовите скорую по телефону 103 или доставьте его в ближайшее учреждение здравоохранения. За минувшую неделю в Минске было зафиксировано 6 случаев оплавления изоляции электропроводки в электросчетах подъездов жилых домов. Причиной такого ЧП может стать перегрузка электросети. В осенне-зимний период люди проводят дома больше времени. На улице темнеет рано, а значит нагрузка на электроприборы тоже увеличивается. Раньше включают свет, дольше работают телевизор, компьютер, чаще используют обогреватели. Помните, что если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель, утюг, пылесос, то нагрузка для сети может оказаться просто непосильной. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Возникает опасность ее перегрева, что приводит к расплавлению изоляции, а затем и к короткому замыканию. Обнаружив признаки неисправности электропроводки в электросчетах подъездов, незамедлительно информируйте коммунальные службы по телефону 115. Такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. Какой будет нынешнее, я расскажу в следующий вторник. Берегите себя и своих близких. Хорошего всем дня! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.